Расчётки за ЖКУ, в которых теряешься, как в лабиринте. Недобросовестные управляющие компании и мудрёные законы. ЖКХ – вечно одна из самых острых проблем нашего общества. Но мы не будем опускать руки, будем учиться быть собственниками в помощь Азбука ЖКХ. Тема этого выпуска – новые требования к управляющим компаниям. В Ставропольском крае 274 управляющие компании. Под их опекой находятся 4,5 тысячи многоквартирных домов. В их работе в 2018 году Краевой стройжилнадзор выявил более 4 тысяч нарушений. Всего проведено 2,5 тысячи проверок. Самые распространённые нарушения – несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Порядка расчёта внесения платы за коммунальные услуги. Нарушение правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования и правил управления МКД. Некачественное предоставление коммунальных услуг населению. Прорыв трубы, отключение света, плохой напор. А в аварийке всё время занято. Так больше быть не должно. С марта к аварийно-диспетчерским службам управляющих компаний предъявляют новые, более жёсткие требования. Как к ним дозвониться? Кто к вам приедет и когда решит вашу проблему? Будем сегодня разбираться. Добрый день. Меня зовут Инга Песковацкая. Я автор и ведущая программы «Азбука ЖКХ» на своём ТВ. И хотела бы вас узнать. С 1 марта к управляющим компаниям, к их диспетчерским службам, приявляются новые требования. Скажите, вы соответствуете новым требованиям? Работаете круглосуточно теперь? Мы работаем круглосуточно с 8 утра до 8 следующего дня. У нас 4 диспетчера. Утром мы меняемся 8 часов. По новой норме на звонки вы должны ответить в течение 5 минут. Если вдруг занято, наплыв звонков, то должны перезвонить в течение 10 минут. Насколько это вам удаётся? Установленная программа, которая в течение 10 минут, если человек не смог дозвониться сразу в течение 5 минут, то по этой программе она им перезванивает. А сколько звонков в день вам поступает? В день у нас поступает звонков 50-60 по-разному. Какая смена, по-разному бывает. Больше звонков бывает в дневное время, ночью звонков меньше. Заявочки стараемся выполнять все, на звонки отвечаем все. Вот как раз звонок у вас. Здравствуйте, аварийная служба. Я вас слушаю. Что у вас случилось? Хорошо, давайте записываю. Я поняла. Некрасово 84, 4-й подвал, течь трубы, горячей воды. Хорошо, ожидайте, пожалуйста, подъедут ребята к вам. Всего доброго, до свидания. Алло, Сергей, на заявочку выезжайте, пожалуйста. Некрасово 84, 4-й подвал, течь трубы, горячей воды. Ключи взял, инструмент взял. Заявку на руки получил. Вообще сейчас и к внешнему виду работников аварии определяются требования. Я смотрю, вы в корме, у вас есть бейдж, давайте можно мы покажем. Вот такой бейдж должен быть обязательно, где указано имя, фамилия и должность работника, который приезжает. Бахилы вы взяли? Обязательно. И весь необходимый инструмент, да, должен быть с собой? Да. Все, поехали, мы украсим. Поехали? Мы вас уже ждем. Что случилось? Трубу там чуть-чуть у нас прорвало, горячая вода. Вот это да, прям фонтан. Это ничего страшного, это можно быстро устранить. Да, насколько быстро, сколько вам потребуется времени? День это три. Ой, я даже, честно говоря, боюсь сюда. Перекрыл все задвижки, сейчас устраняю течь. То есть мы видим, что в принципе подвал не затопило. Ну, тут мокро, но все в пределах нормы. В полчаса мы уложились с вами? Конечно. В полчаса уложились? Даже раньше. Ну, а вообще полчаса – это нормальный срок для того, чтобы решить вот такую проблему? Не страдает ли качество в погоне за тем, чтобы вот в это время уложиться? Нет. Нет? Достаточно, да? Да, глаза. В течение 30 минут мы должны добраться до места, а назначение, где был порыв, и на любой из этих адресов, которые мы обслуживаем дома, ну и в течение 2-3 часов должны устранить течь. Валентина Николаевна, ну что, все нормально, все устранили вашу течь? Смотрите, проверяйте. Ну да, здесь все нормально. Ну, у нас практически всегда все это делается очень оперативно, быстро. 15-20 минут ребята здесь, потому что своя аварийная служба – это большое дело. Ужесточение требований к аварийно-диспетчерским службам – не единственное изменение в работе управляющих компаний. Только в Ставрополе 131 управляйка. Часто их офисы и обслуживаемые дома находятся в разных районах города. Наша управляющая компания находится на Пирогово, вот, 18-4. Но… Не очень удобно добираться отсюда, да? Добираться каждый раз, конечно, неудобно. И поэтому управляющая компания, по нашей, так сказать, просьбе, вот, открыла здесь рядом с нашим домом. Вот у нас 46-й дом, а открыли дополнительный офис в 44-м доме. Это где? Это вот за соседним домом сразу же. А, то есть вот там, да, примерно? Да, вот за соседним домом. Теперь офисы управляющих компаний должны располагаться в пешей доступности от обслуживаемых ими многоэтажек, а именно не далее трех километров. Это требование подтолкнуло управляйки к открытию филиала. С 1 марта пришлось нам ввести, открыть представительство для домов, которые находятся территориально удаленно от основного офиса управляющей компании. Мы открыли северо-запад, то есть у нас там многоквартирный дом «Любимая-20» находится. Он относится к Октябрьскому району, то есть городской округ делится у нас на три района. Соответственно, мы были вынуждены открыть и там. Открытие новых филиалов неименуемо влечет за собой издержки для управляющих компаний. Но здесь есть и альтернатива. УК может заключить договор с многофункциональным центром. Как теперь должны работать управляющие компании и какие новые требования к ним предъявляют? Об этом подробнее нам расскажут в управлении Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. Валерий Анатольевич, дозвон в течение пяти минут, перезвон в течение десяти минут, локализация неполадки аварийной в течение 30 минут. О каких еще новых требованиях к работе аварий к управляющей компании можно говорить и нужно знать жителям? Нужно знать, во-первых, что в любом случае дозвонились или не дозвонились в течение пяти минут, в течение десяти минут вам должны перезвонить и сообщить номер заявки. И те действия, которые должна будет совершить управляющая компания, либо аварийная диспетчерская служба этой компании по устранению данной неполадки. Нужно понимать, что локализовав аварию в течение 30 минут, в течение трех дней, эта авария должна быть в полном объеме устранена. В нормальном режиме организовано предоставление той или иной коммунальной услуги без каких-либо ограничений. Дальше необходимо знать, что засоры, допустим, на мусоропроводах должны устраняться в течение двух часов, но при этом не в ночное время. То есть с 8 до 23 часов это может производиться. Тоже, я думаю, нужно знать, что приходя в квартиру, это, безусловно, необходимо согласовать с собственником квартиры, когда представитель аварийной диспетчерской службы сможет прийти, если нужно попасть в квартиру и провести какие-либо работы. Он должен представиться, иметь соответствующее удостоверение, иметь соответствующий бейджик, который будет оттажать информацию о том, его фамилии, имя, отчество, организации, в которой он работает, его профиль, соответственно, там, техник, электрик и так далее. Ну и, соответственно, если он планирует входить в квартиру, должен иметь с собой бахил. Еще одно новое требование к управляющим компаниям – это наличие их офиса, дополнительного офиса, в пешей доступности. То есть не далее, чем 3 километра от дома, которым они управляют. Скажите, насколько я понимаю, было два варианта у управляющих компаний – это открыть дополнительный офис или заключить договор с МФЦ, например. Как поступили наши управляющие компании края, большинство из них? В любом случае, большинство управляющих компаний наших сейчас работают над открытием представительств на территории города, о том, чтобы кто-либо заключал соглашение с МФЦ на территории города или края, пока ничего не слышали. Поэтому каждый из них старается организовать соответствующее представительство на территории, на той территории, на которой она осуществляет управление многоквартирными домами. Пока каких-либо обращений граждан в этой части не было и проверки не проводились, но, тем не менее, при поступлении обращений мы, безусловно, будем проверять выполнение данного требования. Какие еще новые требования предъявляются к управляющим компаниям? С самым постановлением правительства предусмотрена также обязанность руководителя и полномоченного лица управляющей компании проводить прием граждан не менее чем один раз в месяц. На этот прием можно записаться либо используя систему ГИД ЖКХ, либо посредством телефонного звонка. Люди записываются, соответственно, по времени. Те граждане, которые в определенный день не смогли предварительно записаться, они должны быть приняты после тех людей, которые ранее записали, соответственно, на прием. Этот прием может проводить как руководитель управляющей компании, так и уполномоченное им должностное лицо. Прошло уже несколько недель, как заработали эти новые правила. Вы мониторили ситуацию? Вообще давался один год на подготовку. Оказались готовы наши управляющие компании и ТСЖ к нововведениям? С самого начала, когда было принято постановление, еще в апреле 2018 года, мы начали вести профилактическую работу в части управляющих компаний для подготовки их и в части аварийно-диспетчерских служб, и в части открытия представительств. То есть оповестили их об этом, объяснили, что к 1 марта в полном объеме должна быть организована эта работа. При каждой же квартальной встрече, которую мы проводим по итогам каждого квартала, опять же, это все проговаривалось. Поэтому, в принципе, можно сказать о том, что в целом управляющие компании к этому были готовы, особенно в части работы аварийно-диспетчерских служб. В части представительств мы сегодня, пока обращений не было, и сказать, что мы проводили проверки, устанавливали факты отсутствия этих представительств. Пока таких фактов не было. Но, тем не менее, при любых обращениях граждан на эту тему, безусловно, будем проверять и, соответственно, принимать меры реагирования, предусмотренные законом. Что касается обращений, то обращаться в управление можно. Как непосредственно прийти и подать заявление в письменной форме, направить письменное обращение посредством почтовой связи на адрес города Ставрополь, улица Войтик, Одесса, ДРП-1, управление Ставропольского края по строительному жилищному надежду, так и обратиться посредством сайта, так и посредством телефона горячей линии управления. Итак, требования к управляющим компаниям в ТСЖ стали действительно жестче. Законодатель определил четкие временные рамки, в течение которых их аварийные службы должны устранять неполадки в наших с вами домах. Если управляющие организации не соблюдают эти требования, на них не просто можно, но и нужно жаловаться в жилищную инспекцию. Это была Азбука ЖКХ. Программа о том, что мы будем жить лучше только тогда, когда начнем понимать и действовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова